Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Страж и Клинок Рассвета Странник подкласс Охотника, который может призывать Трость Страж подкласс Титана, отталкивающий врагов щитом Наконец, Клинок подкласс Варлока, который призывает, собственно говоря, Огненный Клинок, создающий волны энергии Появление новых подклассов является одной из причин, почему игроки не смогут перенести в сиквел персонажей из оригинальной Destiny Есть и кое-какая неожиданная новость На ПК игра будет распространяться через сервис Battle.net Destiny 2 станет единственным проектом в этом сервисе, который разработан не Blizzard На официальном сайте компании написано, что на данный момент у Blizzard нет ни краткосрочных, ни долгосрочных планов поддержки иных сторонних игр Кстати, вы сможете воспользоваться своим кошельком Blizzard, чтобы приобрести Destiny 2 на ПК Также стало известно, что разработкой ПК-порта занимается не внутренняя команда Банги, а сторонняя студия Для многих это может стать поводом для беспокойства Также известно и то, что игра не получит выделенные серверы Это еще один повод волноваться, учитывая, что лаги свойственны мультиплееру Destiny Студия Dontnod официально подтвердила разработку Life is Strange 2 в небольшом ролике В котором выразила благодарность фанатам оригинальной игры В полутораминутном видео разработчики признались, что начали трудиться над сиквелом Еще тогда, когда первая игра была выпущена на дисках Произошло это, напомним, в январе 2016 года В 2015 году, когда выходили эпизоды оригинальной игры Разработчики осторожно рассказали о своем желании выпустить сиквел, но уже с новыми персонажами Rockstar объявила о том, что релиз Red Dead Redemption 2 будет смещен на целых 6 месяцев Теперь выход вестерна запланирован на весну 2018 Никаких особых причин разработчики не назвали Если не считать стандартной необходимости отшлифовать проект и довести игру до совершенства При этом Rockstar пообещала поделиться новыми подробностями этим летом Эта новость сразу же снизила цены на акции Take-Two Их стоимость упала на 9% Падение произошло буквально несколько часов спустя после объявления Впрочем, цены постепенно выравниваются Похоже, как только ситуация уляжется и забудется, все вернется на свои места Перенос даты релиза для проектов Rockstar обычное дело В случае с GTA 5 их было несколько А пока версия игры не уложилась ни в первую, ни во вторую запланированную дату релиза Если вы соскучились по геям-волшебникам, то должны быть рады услышать о том, что BioWare уже ведет работу над новой Dragon Age В написании сюжета игры принимает участие один из создателей инди-игры Sunless Sea, Алексис Кеннеди Сам Алексис проживает в Соединенном Королевстве, в то время как разработчики обосновались в Канаде Он является единственным сотрудником, которому позволено работать удаленно Так что его скорее стоит называть приглашенным сценаристом Хотя подробности о сюжете Кеннеди не сообщил, но все же отметил, что его работа будет отделена от других частей игры По его словам, он занимается лором, который до сих пор не затрагивался в играх серии Dragon Age достаточно глубоко По всей видимости, истории Кеннеди будут играть некую вспомогательную роль для более полного понимания общего сюжета 2K готовит к анонсу новую игру из крупной серии Об этом говорится в последнем финансовом отчете компании Как следует из отчета, в 2019 финансовом году 2K намерена получить рекордную прибыль Этот прогноз подкрепляется релизом Red Dead Redemption 2 и долгожданного нового тайтла из одной из крупнейших серий Что же это может быть? Ранее Рэнди Пичфорд, босс Gearbox, заявлял, что работа над Borderlands 3 начнется тогда, когда студия завершит поддержку Battleborn Эта игра, как известно, популярной не стала Поэтому логичным будет предположение, что Gearbox уже вовсю занята новой Borderlands В марте Рэнди показал новую технологию рендеринга на примере игровых сцен, очень похожих на Borderlands По словам Пичфорда, Gearbox может использовать эту технологию для своей новой игры В январе Пичфорд заявил в Твиттере, что Borderlands 3, вопреки слухам, не будет выпущена на консоли Switch Это свидетельствует о том, что на тот момент работы над игрой уже велись Сопровождающие игру слухи очевидно намекают на скорый полноценный анонс Будем ждать Объявлена дата релиза долгожданной RPG Divinity Original Sin 2 Игра уже довольно долгое время находится в раннем доступе Стима И поэтому приятно узнать, когда же выйдет финальная версия Случится это в этом году, 14 сентября Игра выйдет с полноценной сюжетной кампанией и PvP-режимами В рамках которых игроки смогут создавать свои собственные соревновательные арены Разумеется, будет доступен и кооператив на четырех игроков, как и версии для раннего доступа По случаю объявления дата релиза, Larian обновила текущий контент игры Добавив несколько новых зон и расширив возможности редактора по созданию персонажей В эти выходные Call of Duty Infinite Warfare можно бесплатно скачать в Стиме Если вы по какой-то причине пропустили осенний релиз, а теперь внезапно захотели наверстать упущенное Выходных вам должно хватить, чтобы определиться, так ли уж вам нужна игра В Стиме также предлагается солидная скидка на покупку, целых 50% Кроме того, в Стиме по скидкам предлагается еще несколько частей серии А в ноябре, напомним, она вернется к своим истокам с выходом новой игры во Второй мировой А еще с 26 по 30 мая бесплатный будет Overwatch Вы можете играть на ПК, PlayStation 4 или Xbox One Вам будет доступны все герои Overwatch на всех 14 локациях в разных режимах Быстрая игра, своя игра и аркада Если вы решите приобрести Overwatch после обкатки, вы сможете сохранить весь свой прогресс Для этого просто продолжите использовать ту же учетную запись, в которой играли 30 мая в продажу поступит последний эпизод третьего сезона The Walking Dead от студии Telltale Дата релиза была объявлена на этой неделе Финальный эпизод традиционно выйдет на всех платформах сразу Он станет доступен автоматически всем владельцам сезонного абонемента или дисковой версии игры История третьего сезона наконец-то подойдет к концу и мы этому по правде говоря рады The Walking Dead в ее текущем состоянии нас совершенно не впечатляет Кажется, Telltale уже устала от этой бесконечной серии Пора бы уже сделать паузу Впрочем, выход нового эпизода наверняка порадует всех поклонников вселенной В конце концов, пора бы уже узнать, чем там все закончится А вот второго числа на консолях и персональных компьютерах выйдет файтинг Tekken 7 Который в наших краях очень многие ждут очень давно В Японии игра уже доступна и получила целую кучу положительных отзывов Седьмая часть это классический файтинг с некоторыми нововведениями вроде особых ударов Напоминающих систему X-Ray из Mortal Kombat Само собой не обойдется и без сюжетной кампании Нам обещают большую историю, которая раскроет нюансы серии, давно волнующие ее поклонников Короче говоря, если вы соскучились по файтингам или успели устать от Mortal Kombat Обратите внимание 10 лет назад состоялся релиз Colin McRae Dirt Приятного во всех отношениях гоночного симулятора Думаем большинство из вас в курсе, что серия Dirt посвящена в первую очередь ралли Минимум асфальта и максимум грязи и бездорожья Именно это вы здесь и найдете Первая часть в свое время была по-настоящему шикарной И это неудивительно Вышла она на новых по тем временам консолях Xbox 360 и PlayStation 3 Ну и на персональных компьютерах, само собой Как следствие, игра могла похвастаться замечательной по тем временам графикой Отличное освещение, всякие там тени, высокополигональные модели Смотреть на нее было очень приятно Как, собственно говоря, и играть Тут вам и детализированные трассы, и полсотни проработанных автомобилей Бери, докатайся Впрочем, стоит помнить, что Dirt это все-таки не симулятор И физика поведения авто здесь скорее аркадная Но для большинства это и к лучшему Первая Dirt определенно пришлась по вкусу широкой аудитории Серия живет и до сих пор Ну а теперь мы переходим к блогам наших пользователей Сегодня мы подобрали для вас 4 интересных записи Например, вы можете почитать о том, какой будет следующая Dragon Age Ну, если говорить точнее, насколько плохой она может стать и почему Очень интересно Далее мы предлагаем вам посмотреть на любопытные рассуждения о пиратстве Ну, вы же в курсе, какой отклик обычно вызывает эта тема в комментариях А еще есть интересное рассуждение на тему того, какой могла бы стать консоль Dreamcast 2 Если бы она вышла сегодня Ну и напоследок, пост об инди-играх В котором говорится о том, почему многие из вас имеют о них ошибочное представление Все ссылки вы найдете в описании дайджеста Заходите, читайте и комментируйте Ну а мы пока прощаемся с вами Удачи и до встречи на playground.ru